Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, люди, которые интересуются моим каналом, питанием. Хотел бы рассказать о себе, так как канал набирает обороты, будет дальше очень интересно. Итак, я учился в медицинском институте, потом я работал в челюстно-лицевой хирургии, занимался медициной, познавал лазы традиционной медицины, вникал во все это, считал, что я помогаю людям, мне было интересно. Потом я работал в хирургии, занимался научной деятельностью, работал в челюстной своей хирургии, в пластической хирургии, в том числе и за границей, работал 5 лет, проходил практики различные, микрохирургией занимался, сделал самые сложные операции. И в один прекрасный момент я как-то задумался, я ведь не могу всем людям помочь, то есть столько различных заболеваний, а мы все-таки ограничены в этом, все-таки что-то в этом такое есть, почему мы до конца не можем разобраться. И вы знаете, со временем я отошел от традиционной медицины, начал заниматься медитационной медициной, и, кстати, даже с помощью питания начал получать очень хорошие результаты, в том числе и в лечении различных хронических заболеваниях. С помощью питания можно вылечить процентов 70 заболеваний, это точно, кроме каких-то там таких серьезных генетических заболеваний, наследственных. А так все, что приобретенное с помощью питания, можно довольно-таки легко, но нужна, конечно, сила воли. Таким образом можно вылечить многие заболевания. Таким образом, я постепенно, постепенно, жизнь меня сама выводила, и я пришел к тому, что я хотел бы помогать людям, хотел бы давать им какие-то знания. Естественно, я кучу-кучу экспериментов на себя проводил в питании, и был на фрукторианстве, на сыроедении, на веганстве, и голодал, и так пробовал. Вот, естественно, конечно, и неудачи какие-то были, и проходил я через какие-то симптомы, проблемы там, выпадение волос, прыщей, похудение. Пытался на сыроедение набрать мышечную массу, потом, через какое-то время, я переехал в другую страну, где не так много фруктов и овощей. Естественно, пришел к питанию, там, 10% вегетарианства, веганства, и там, 90% сыроедения. Вот, естественно, для каждого человека свое питание. Естественно, человек не может быть развит одинаково, да, иметь мышление одинаковое, образ жизни одинаковый. Один с утра до ночи работает физическим трудом, занимается, другой там занимается умственным трудом. Естественно, для каждого индивидуальный подход. Так вот, медицина, она мне всегда была очень интересна, но начал заниматься я самообразованием, и понял, что есть очень много вещей, о которых не говорят. И в связи с этим я начал сам искать, сам пробовать на себе, на знакомых, на друзьях. Потом пошли клиенты, с этими людьми начал заниматься упорно, да, и начали проходить различные заболевания, там, и суставы, там, меньше болеть стали, да, и проблемы с дыханием ушло у людей. Вот я, например, себя, вот, 41 год лучше чувствую, как бы, да, чем мне было 18 лет, да. Вот, практически без тренировки могу забежать по экскалатору в метро, например, там, самый длинный переход, там, практически одышки не будет. Вообще без тренировки. Раньше я усиленно занимался в зале, там, по два, по три часа в день, вот, пытался всем доказать, что да, на каком-то там растительном питании я могу достичь каких-то успехов. Ну, естественно, со временем я понял, что ничего больше никому доказывать не хочу, вот, хочу быть самим собой, хочу толстею, хочу худею, вот, и многие, как они обычно, смотрят на каких-то, там, диетолог, ой, он толстый, я к нему не пойду, там, значит, от него толку нет. Так это его выбор, понимаете, каждый человек он сам выбирает, худым он хочет быть, вот, средним, накачанным, там, толстым, там, можно питаться фруктами, тоже быть толстым, понимаете, это уже я проверил на себе, вот, можно быть на обычном питании, быть худым, поэтому здесь роли не играют, можно быть диетологом, быть, ну, не совсем в форме, вот, на человека все равно есть какие-то определенные традиционные знания. Я традиционных знаний отошел, потому что они не всегда помогают, вот, и стараюсь, конечно, использовать свои наработанные методы, чтобы человеку, переходя на здоровый образ жизни, здоровое питание, не было проблем, совсем не было проблем практически, то есть человек почувствовал минимальные проблемы при переходе, так как любые диеты, когда человек резко переходит, да, вроде худеет, все нормально, но потом, появляются определенные проблемы у него, то есть он резко, наоборот, еще больше начинает набирать, так как организм, он считает, что его ограничивают, начинает скапливать в себе последней силой, вот, и он видит, что он теряет вес, значит, весь резерв организма надо на поддержание массы тела оставить. Человек сначала худеет, худеет потихоньку, потом, бам, когда поступает пища, организм уже боится, что не будет поступать, и давай, давай, жадно все откладывать, как бы, да, поэтому все эти диеты, они, ну, о них я на канале очень много буду говорить, вот, я люблю про питание говорить, потому что всегда сам любил поесть, естественно, разную кухню пробовал, и рецепты различные, вот, такая тема, она очень важна для нас, потому что мы с помощью питания получаем энергию, там, много, многие из нас гурманы, там, да, люди, которые любят что-то такое поесть, порадовать себя, многие люди, которые кушают, они, как бы, ну, получают удовольствие, ой, я поел, классно, здорово, вот, как бы, депрессию снимает, и так далее, психологический стресс разгружает, об этом тоже будем говорить обязательно, вот, естественно, я всех не призываю, ребята, давайте, там, будьте, там, на идеальном питании, вот, главное, чтобы каждый у меня на канале нашел ту информацию, которая ему нужна, вот, естественно, информация будет и стандартная, и базовая, и уникальная, и какие-то авторские вещи я буду говорить, поэтому смотрите мой канал, подписывайтесь на него, естественно, дальше будет интереснее и интереснее, кто захочет поучаствовать в лекциях на моем канале, также можете присылать темы для лекций, буду стараться рассказывать о них, вот, а также, естественно, опять же говорю, то, что я работаю с каждым индивидуально, и у каждого человека есть свои все-таки нюансики, маленькие-маленькие, и все вот, все питание, все диеты складываются из таких маленьких нюансиков, насколько человек любит поесть, какая семья, в каком климате он живет, нравится ему вообще есть или не нравится, там, да, что бы он хотел достичь, достичь с помощью питания, каких результатов, и так далее, масса-масса нюансов, естественно, когда врач или специалист по питанию учитывает все эти нюансы, то человеку гораздо легче в жизни живется, так как все-таки традиционные врачи, они находятся на своей волне, и так как их научили, они боятся и влево, и вправо отступать, много чего такого, что написано в книгах, на сегодняшний день, она не работает уже, не является истинной в последней инстанции, потому как и на своем опыте, на моей практике, я это все проверка давно, все это не работает, ну, вот, естественно, и о группах крови там будем говорить очень подробно, насколько это все работает, не работает, о самых важных витаминах, а также немножко возвращаюсь к себе, вот, что я еще хотел сказать, занимался очень усиленно наукой, там, защитил кандидатскую диссертацию, естественно, в хирургии я защищался, по челюстно-станцевой хирургии, вот, работал в пластике очень долго, особенно за границей, думал, что это мне пригодится, на самом деле мы должны питать себя не только снутри питанием, да, но и маски определенные, можно из фруктов, овощей различных накладывать, это тоже, можно все это подбирать, давать, очень много всего интересного существует, организм не только снаружи должен питаться, но и снутри, то есть 70% изнутри питания, 30% снаружи, вот, естественно, когда мы начинаем правильно питаться, тогда у нас и будет и здоровье хорошее, и самочувствие хорошее, и сил больше будет, и выглядит лучше, более воложаво, особенно это касается людей, которые заботятся о теле, вот, так как тело нам дали родители, и о нем надо также ухаживать, не только там молиться там и так далее, вот, и, ну, естественно, ухаживать за своим телом, не держать его в хорошем состоянии, когда я ушел из медицины, я уехал в жаркую страну, и после смерти своей матушки, как бы, да, я начал делать очень много на себе экспериментов, вот, и когда я находился на чистом питании, потом, через какое-то время, там, проводил какие-то эксперименты, там, добавлял молочное питание, в рацион, что изменялось, вот, еще какое-то питание, химию, там, какую-то добавлял, да, и, естественно, сразу понимал, что на меня плохо влияет, что на меня хорошо влияет, также можно таким образом избавляться от различных заболеваний, там, от прыщей, от аллергии, там, от глубоких каких-то хронических, систематических заболеваний, системных заболеваний, все это реально, все это реально, вот, главное, уметь слушать свой организм, хотеть выздороветь, как бы, да, идти в эту сторону. Если какие-то вопросы интересуют, пишите комментарии, обязательно их будем разбирать, вот, будут появляться новые-новые лекции на мне на канале, канал еще у меня молодой, который вот сейчас я открываю, вот, но он быстро будет набирать обороты, будут быстро расти подписчики, вот, и темы будут более-более-более такие актуальные появляться на канале, естественно. Итак, всего вам самого доброго и увидимся в новых видео. Всем пока!